Всем привет, вещает Сторли. Я знаю, что это довольно странное видео для возрождения канала, но ко мне пришел графический планшет XP-Pen DecaPro Small. Я пользовалась месяц и наконец могу сделать на него небольшой обзор. Также в конце видео я расскажу о розыгрыше трех планшетов XP-Pen, поэтому советую досмотреть до конца. Все пришло в довольно небольшой коробке. Все сложено аккуратно по боксам и контейнерам. По комплектации все стандартно. Провод для подключения планшета к компьютеру, кейс для хранения, пера и восьми сменных наконечников, перчатка, для меня оказалась слишком большой, поэтому я ее не использую, инструкция, гарантия на год и два переходника для подключения планшета к смартфону. Планшет очень тонкий. Некоторые части корпуса выполнены из металла, что, как по мне, делает работу с планшетом тактильно приятнее. Имеется восемь настраиваемых горячих клавиш, можно сразу поставить на одно из них сочетание Ctrl-Z и отменять сколько душе угодно. Есть также механическое колесико, и что удивило меня, когда я это обнаружила тачпад в центре. Работает он и вправду хорошо, есть двойной клик и другие рабочие жесты. Планшет можно настроить как для левшей, так и для правшей. Более того, вы сможете сделать так, чтобы он работал вертикально. Не знаю, правда, для кого это может быть полезным, но такое есть. Перо не нуждается в батарейках и зарядке, что очень удобно. Оно оказалось намного легче моего старого стилуса от вакуума, поэтому мне потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть. В руке лежит нормально, благодаря прорезиненной части никуда не скользит. Чтобы начать рисовать, нужно только скачать драйвера для вашего планшета с официального сайта. Установка проходит очень быстро и просто. Можно открыть панель настройки планшета и далее настроить его уже по своему усмотрению. В самом процессе рисования нет ничего сверхъестественного. Простой пример вы можете видеть на экране. Однако, я столкнулась с весьма странной проблемой. После перезагрузки компьютера планшет отказывался работать в первом сайе наотрез. Честно, не знаю почему так, но лично мне это особых трудностей не доставило, ибо установка драйверов занимает от силы секунд 30. Стоит заметить, что во втором сайе в итошопе все было отлично и планшет продолжал работать как надо. Больше никаких проблем во время использования планшета не возникло. Думаю, самое время вернуться к тем самым переходникам, о которых я уже говорила ранее. С их помощью можно подключить планшет к смартфону на Android 6.0 и выше. Без установки каких-либо драйверов сразу же можно начать рисовать. Поскольку эта фича не так распространена, я решила заострить внимание именно на ней. И основной спидпейнт записать на смартфоне. Не могу сказать, что это очень удобно, к этому нужно привыкнуть, но как только вы это сделаете, все будет в порядке. Другой вопрос состоит в том, что не всегда можно найти подходящие кисти и адаптироваться лично мне было не так легко. Но это уже зависит не от планшета. Рисовала я в программе Autodesk Sketchbook и для арта выбрала самого лучшего персонажа, самой лучшей игры. На самом деле, перед этим я спросила у подписчиков в свалке, кого рисовать. И дальше вы сами знаете, что произошло. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok